В повестке дня очередного 35-го заседания Чебоксарского городского собрания значилось 12 вопросов. Первым делом столичные депутаты уточнили бюджет на этот год. По доходам он увеличился на миллиард 238 миллионов рублей. Дополнительные средства направят, к примеру, на строительство фонтанов у торгового комплекса «Шупашкар», организацию зимнего отдыха в городских парках и праздничную подсветку города. Далее народные избранники понизили ставку налога на имущество физических лиц с 2 до 1 процента касательно определенных объектов. Таким объектам недвижимое имущество относятся административно-деловые центры и торговые комплексы и помещения в них. Как отметил автор инициативы, при нынешней ставке предпринимателям невыгодно вкладываться в коммерческую недвижимость. И данная мера позволит привлечь в город инвестиции. Однако налицо конфликт интересов. Администрация хотела бы довести. Мы не поддержали принятие данного проекта в связи с тем, что это приведет к снижению доходов бюджета города Чебоксары в следующем году, ориентировавшим на 22 миллиона рублей. Собрание проголосовало, пожалуй, как никогда дружно за снижение ставки. Что, впрочем, вполне объяснимо, учитывая состав нынешнего депутатского корпуса. Дискуссию вызвал другой вопрос. Какими будут временные рамки тихого часа и для чего все же дано воскресенье для отдыха или ремонта? Ко мне обратились в онлайн-приемную не однажды матери молодых, маленьких детей, которые нуждаются в защите дневного сна. С пользой данной инициативы депутаты в целом согласны. Расходится их мнение в конкретных часах, когда предлагается не шуметь. А еще не будет ли данная мера противоречить федеральному закону? Мол, законопроект явно сыроват. Комиссии по бюджету, по экономполитике проголосовали против вынесения данного вопроса вообще на собрание, а отправить его на доработку. Утром хочется поспать, вечером тоже хочется пораньше лечь. У многих, в том числе наших горожан, имеются дети. Вот обеденный перерыв, он должен быть обязательно. Дети должны поспать. То, что касается воскресенья, у нас на многих предприятиях сейчас шестидневка в плане рабочих дней. Получается, если человек работает с утра до вечера, на протяжении шести дней, то когда он должен производить ремонт? Но он в воскресенье же имеет в таком случае право его произвести? Или он вообще его не будет делать на протяжении десятилетий? Пока депутаты дискутировали, мы опросили горожан. Абсолютно без разницы. Правильно делают, чтобы будни ограничить и выходные. Почему? Потому что нужно уважать время и на отдых граждан. Отрицательно. Почему? Потому что часто жильцы сами делают ремонт у себя, не нанимая кого. А в выходные дни им приходится этим заниматься, собственно говоря. Я сам, по-моему, делаю ремонт и выходные. Я против этого. В принципе, мне все равно. Так или иначе, разбираться в нюансах теперь предстоит Государственному Совету Республики. Большинство чебоксарских депутатов проголосовали за выход в региональный парламент с данной инициативой. А куда же мусор девать? Давай сюда. Прямо, дяденьки, на шляпу. В России стартовала реформа, которая призвана навести в стране порядок. Коротко ее называют мусорная. До 1 января все регионы должны перейти на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами. Ее суть такова. За сбор, перевозку и утилизацию мусора должен отвечать единый региональный оператор. В Чувашии по конкурсу таковым стала компания «Экоцентр». К своим обязанностям она приступила, не дожидаясь нового года. С 1 октября вывоз мусора у нас осуществляется по-другому. У нас начал работу региональный оператор. Вопросов, которые стоят во наших взаимоотношениях с региональным оператором Громадье. Мы прекрасно понимаем, что город Чебоксары не может утонуть в наших отходах, не может утонуть в грязи, в мусоре. Чтобы обсудить все накопившиеся вопросы, чебоксарские депутаты, представители управляющих компаний и директоры регионального оператора собрались за круглым столом. Уже с 1 октября население будет платить по новой схеме. Сумма теперь рассчитывается исходя не из количества квадратных метров в квартире, а с каждого прописанного человека. Получается 74 рубля 44 копейки на одного человека в месяц. Данная сумма сформировалась следующим образом. Для регионального оператора утвердили единый тариф – 442 рубля 22 копейки с кубического метра. А для населения ввели норму производства мусора – 2,02 кубического метра в год на человека. Умножаем тариф на норму накопления и делим на 12 месяцев. Если говорить об изменении или как повлиял на общий платеж граждан внедрение вот этой новой коммунальной услуги, то следует отметить, если были большие квартиры, значит, и проживало небольшое количество человек, то у них увеличений, конечно, не будет. Но в тех маленьких квартирах, если были прописаны много человек, то там, конечно, у них будет рост платы. Тем не менее, от этого мы никуда не уйдем. Значит, все-таки, наверное, мы считаем, мусор образуют люди, а не размеры квартир. Сколько платить населению уже решено, а вот чей в итоге мусор – не до конца. Дело в том, что он, оказывается, бывает разным, к примеру, строительным или крупногабаритным. С вывозом такого возникли проблемы. Мы несколько не успели подготовиться к вывозу крупногабаритных отходов с перевозчиками. Эта тема обсуждалась. Чтобы транспортировать отходы с мест сбора до мест утилизации, рекоператор заключил договоры с перевозчиками. Однако новым обязанностям в виде крупногабаритного мусора, сокращенно КГМ, последние не обрадовались. Сейчас в обрадовом режиме приходится пожарная команда. То есть мы с утра, например, вынесли КГМ. После обеда нам уже звонят и говорят, то есть принесли диван, вывозите. Но у нас тоже есть свои маршруты, есть свои графики. От старых диванов и унитазов региональный оператор хотя бы не отказывается. А вот кто будет вывозить спиленные ветки и другой мусор растительного происхождения – неизвестно. Если процитировать Евгения Майрина, растительный мусор и порубочные материалы к твердым бытовым отходам не относятся. И зря муниципалитеты думают, что эту головную боль они с себя скинут. Иными словами, вопросов еще много. Впрочем, до 1 января в республике переходный период. Утренняя корпоративная гимнастика. Место сбора – стадион «Энергия». В едином порыве и на одной спортивной волне по 3-4 разминаются городские депутаты, работники региональной общественной приемной «Единой России» и активисты молодой гвардии. В городе Чебоксары с 2014 года в каждой школе в 7.50 делается утренняя зарядка. И все школьники у нас начинают занятия не в 8 часов, а в 7.50. Ну, я сама лично начинаю каждое утро с пробежки с утренней, чего и желаю нашим всем жителям. Большинство столичных парламентариев начинают день с физкультуры. А коллективно это делать и веселее, и легче. Поэтому раз в неделю устраивают совместные утренние тренировки. Пробежать 800 метров по стадиону – не проблема. Последовательность, преемственность, которые показывает нам глава республики. Поэтому мероприятие очень важное, очень значимое. Это исплачивает. Были и шутки, были и смех. Спорт поддерживают не только личным участием, но и другими делами. Многие депутаты помогают организовывать спортивные соревнования и праздники для детей. Успешно работают и масштабные проекты. На территории Чебоксары реализуется федеральный спортивный проект «Единой России. Детский спорт». По которому строятся спортивные залы при общеобразовательных школах на территории всей Чебокской республики. Тем самым мы даем возможность на всей территории республики создаем условия для занятий спортом детям, школьникам, юношам, которые проживают на территории сельской местности. Но все же начало-начал – это личный пример. Студентам нужна работа по специальности, электротехническому кластеру, молодые кадры. А городу, чтобы мозги не утекали, например, в Москву. Чтобы убить сразу трех зайцев, стороны организовали необычное знакомство будущих инженеров, первокурсников Чувашского госуниверситета, с возможным их будущим местом работы в формате квеста. Напутствовал ребят глава города Евгений Кадышев, который сам когда-то закончил этот факультет. «Очень тяжелый факультет, тяжелые задачи, тяжелые задания. Но мы учились, старались и выросли, так сказать, нормальными инженерами, потому что никто из нас до конца жизни не перепутает фазу с линейным напряжением». 140 человек разделили на семь команд. «Мы команда номер один!» Впереди восемь станций по всей территории завода и восемь заданий на время. Первое – определить средства индивидуальной защиты для работы в электроустановках. «Честно скажу, все правильно сделали. Минус 0,4. Молодцы, ребята!» Дальше – профильные загадки. За неправильный ответ – 10 приседаний. «Первая загадка. Для электриков закон нам придумал доктор... Правильно. Вторая загадка. Коль пожара не хотите, нужен вам». «А где душусь?» «Нет». «Да, присоединяйте». И один из самых сложных моментов. «Вам нужно будет собрать электрическую цель, чтобы загорелся светодиод». «С лимоном». «С лимоном, да, все верно». Будущие инженеры знают, что лимонная кислота – это электролит. Оцинкованный болт играет роль отрицательного полюса, а медная пластина – положительного. Приходится повозиться, но в итоге диодная лампочка загорается. Команда номер один с голубыми браслетами приходит к финишу второй. Между станциями ребята успевают заглянуть в офисы и цеха завода. «На самом деле квест, мне кажется, удался. Нам очень понравилось. Было интересно проходить все станции. Чувствую сплоченность команды. Лично я увидел современные технологии, современные цеха. Возможно, тоже в будущем хочется взять свою жизнь сейчас». Опыт оказался удачным, а значит, такие знакомства продолжатся. Руководство города планирует создать в столице республики своего рода молодежный клуб для будущих инженеров.